Значит, дорогие друзья, так как это все-таки пресс-конференция, я не буду ждать, пока все подключатся. Значит, потому что уже много людей онлайн, я смотрю в соцсетях. Поэтому мы начнем. Кто-то посмотрит в записи, кто-то не посмотрит. Вот, Тадон будет пересматривать раз пять, он в первого раза не поймет, о чем идет речь, но уже будет вникнуть потихонечку. Может, температура 41, она все-таки, я думаю, сказывается круглогодично. Итак, тема сегодняшней пресс-конференции. Есть несколько вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить. Это вопросы связаны с отставкой правительства, которая произойдет, в моем понимании, на следующей неделе, каким образом, я сейчас вам расскажу. Это о том, что Тадон решил провести сад без 14 мая. Он уже там, по-моему, по краше миллиарда он его проводит, четвертый год подряд. Значит, сначала не было полномочий, потом его отключали, а потом вроде есть чиня, но там, типа, некому расследовать, или они там усиленно расследуют. Ну, просто занимается абсолютной ерундой. Значит, ну, плюс есть еще некоторые вопросы, которые, уверен, вас интересуют, такие как протесты. И мое мнение о них, когда они должны пройти, и мне очень интересует ваше мнение, готовы ли вы в них участвовать. Плюс увидел там, поймали кого-то, либо на печке катался по Кишиневе, там, какой-то миллионер из Африки. Вышел, говорит, полтора миллиона, это как бы он, но из-за коронавируса не успел задекларировать, вы понимаете, да? То есть это называется, когда уже спецслужбы страны пытаются делать страной дебилами. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, я наблюдаю последние, в течение, там, последних четырех-пяти дней гиперактивность разных политических партий. А это именно партия про Молдова, партия Шор, наш воляк и доктор, воляк и пациент, тоже так ничего пытается как-то, ну, изобразить там, как он держит удар, и насколько вот он борется. Чуть-чуть ему не хватает, как всегда, для полной победы, которой у него никогда не будет, ни в одном направлении. Значит, и вот смотрю я на вот эти транзакции, оптом продаются депутаты, в рассрочку продаются депутаты. Партии, которые одни должны были быть давно запрещены, другие, члены которых должны были серьезно проредеть, из-за того, что большая часть из них сидит в тюрьме, как бы сегодня сидят, качают повестку, параллельно тихонечко смотрю, что происходит справа, значит, вижу, что, вижу, что Андрей Анастасов выходит каждый день в лайф, кричит. Андрюх, не кричи, как бы все нормально, то есть просто спокойно спой, массаж в голову, ну, стригаем портанкой. Стоит, переехали, конечно, кто-то здесьandsalen, что ты летёл, что говорят или теории,彼-то, смотрите, чтобы даже pul Sangрун, что сообщил внимание, где по природе, после视频 пред уважают его депутат, геопартии, не только посмотрят все депутатки, ża BOY-гате, все, кто-то делал, они забрали, чтоощ Ky俊 Леон, что-то нас не бухали leaders, Вижу, Майя Санду, что говорит. Короче, в стране полный бардак, ребята. Сегодня я четко понимаю, что нужна полная перезагрузка стране, полное обнуление, полная перезагрузка. И речь идет и о досрочных парламентских выборах, и выборах президента, ну как минимум нужна его отставка. Уже уйдет он сам, либо мы его попросим со всеми гражданами страны, это вопрос другой, сейчас тоже его обсудим. Но нужна полная перезагрузка страны, потому что в том виде, как сегодня происходит, и то, во что превратили Молдавский парламент, правительство, аппарат президента, ну это просто не вписывается ни в какие рамки. Очень много материалов. Начну-ка я, все-таки, давайте я закончу с отставкой правительства, потому что многие говорят, ты как-то разложи по полкам, а как разложить, когда у меня материалов больше, чем я думаю, в МВД, в Сибе, у Игоря Дадуана, вместе взятых. Они читают их все, а я как бы должен читать все один, еще как бы подумать, что бы они там предотвратить, чтобы они что-нибудь не натворили. Значит, тема с отставкой правительства. Я говорил в программе политиков у Натальи Мораль, поддельник, вот куда идут, там выйдут депутаты, конечно выйдут сколько, четыре, ну вот четыре вышло, вы все видели. Мне очень стыдно, что эти мои прогнозы сбываются, но больше всего должно быть стыдно Дадону, Филиппу и всем остальным, кто в этом тем или иным образом участвует. Сегодня, когда я узнаю о том, что для того, чтобы отправить правительство в отставку, им не хватает просто одного депутата. Вы понимаете, то есть получается, что за эти дни, пока я занимаюсь городом, спасатели спасают людей, врачи спасают жителей нашей страны, медсестры работают, засыпают на рабочем месте из-за того, что просто сутками как бы не спят и бедные просто не выдержат. И хочу их поздравить с профессиональным праздником, потому что медсестры это те, без которых не может существовать сегодня, не могут существовать врачи ни в одной стране мира. И поздравляю вас с праздниками, спасибо вам за ту работу, что вы делаете. В это время, я так понимаю, что уже доукомплектовали все, и не хватает одного депутата, который, как бы, если нашли на прошлой неделе, нашли как бы уже на этой неделе только началась, 15-го заканчивается чрезвычайное положение, кто там будет выдвигать мысионные дичинзуры? Андрей Настасов, Майя Санду, Канду и так далее. Меня это не особо интересует, но сам факт, что нашли они голос для того, чтобы отправить правительство Кику в отставку. Я вижу, как они возмущаются, там кричат о том, что ну, 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 в общем, кощие-то, ну, и время, как с него тезно мать, ну, если гувернем. Не рушена цена, но штрепу лечень. Тот, коревал промисс, к... А почему мы уколите временное, куда он скопаем, как быть, в крупную держиму плохой днюк, что паста межима на античпать? Не именно врань. Унии, он целик внутря к Прагу, да ну, унии. Кнутречь Прагу, аз, ниш про Молдова, ниш Педе, ниш... Окей, нас ли дал в нуме лотец, дар вадат сам, том ли, Андрей Настас? Инклусив, думаю, у вас тратц, промисс Ваймлорк, кому уляк, и колитику до дон, шуми же мантичпать. Лотец ну ли плач рейтингу? Шаз у царэн тряга, тресуфери, сал спорти пи до дон, шо soбени, шо ништи криминалщи, шо экскроещи, хомани, cuanto стоит акро, пала мет, пустая будняка, кон care за кадетите, лите цэts гэртингу, я, за момент, когда замухbaiена в царэ, я Doorто сприйлен, глава клициевая над costанием Las revolковой, interpersonal body истинствовою я16AY, я, как этот момент, BS. заказывал ко campaigns, король, но, и я, имитав лупта. А что детали имитав, но тут не спорним досар пенал Акатерин. Но это и проблема, что есть урошение мари, что те, кто votал эти партии поличные, 33 череда своего тела. Мы что сочетаем? Смурим дефо армии, с пары царя, депхарта глобулы памятец, для того, как вайну ее крескут, рейтингу, и не ваше ничего не регистрают партии. Но требуем сочетаем, как мне грязно, уже 10 депутатов, у нас отдыха в менте, как они удают, Андреан Кандо, если ты увидишь, стай пи скаунел, и ащет, как многие вещи сантимы. Дом Кандо, вперед, ла прокуратура, депозим материалу, горослава, спубликающая вещь, не мать сенец, что те, кто-то за гашнищи, которые везут, кунспуне филе, труды, вот это, кассы эксплодезащие, кассы эксплодезащие, а вазы, только мы эксплодозащие. Как мерзе, ущиганин, усатый, шампортит, дуностых, триандизели, как бы я рад, это четко, да, мой, типа, околокомпромат, там взяли деньги, за тимов, есть доказательства, же манипали. Все молчали про это 3-4 года, об этом говорил только я. Поэтому последнего депутата, значит, найдут на этой неделе, 15-го выходим из, из страны выходят из чрезвычайного положения, из понедельника начинается чрезвычайное положение у Додона, и в душе, и в сердце, и, думаю, в других частях тела, но это уже как бы его проблема, то есть я не буду как бы в это нырять. Хочу поговорить с вами, что, что-то не так, или что, скажите. Молодцы, вам прикольно, весело, просто сидят люди, смеются, разговаривают с вами. Значит, вопрос, касаемый совбеза, это очень важный вопрос, и вообще хочу сейчас с вами поговорить отдельно на тему службы информации безопасности. господина, директора, товарища Ясауленко. Почему товарища? Потому что он был дома у Ясауленко, сегодня он товарищ, кем он будет дальше, мне даже уже сложно сказать. Значит, я бы не выходил на сегодня вечером в 7 часов, не заявлял бы о пресс-конференции, если бы меня не просто задело, или тронуло, а просто я офигел от того беспредела, который продолжает происходить в Сибири. То, что вы все стали контрабандистами, взяточниками, сигаретниками, алканавтами и так далее, это вопрос, которым должны заняться следственные органы. Ну, сегодня вы большей частью из них работаете плечом к плечу, и поэтому вы думаете, что вам все можно. Но вы, я смотрю уже, помимо того, что вы ничего не делали при Плохотнюке, так сегодня при Додоне вы начинаете попытаться там что-то нарисовать. И когда я, как бы, увидел, что речь идет уже о моей фамилии, я говорил о том, что каким образом там Центр по борьбе с коррупцией готовил провокации против Домники Маноли, незаконно следили за судьями Конституционного суда. И чтобы вы знали, при участии некоторых товарищей, о них поговорим в ближайшие дни, они даже договорились в корте Диапел Кишинова, как вернуть Цуркана председателем Конституционного суда. Ну это ладно. Но тут я смотрю, что у вас происходит в последние недели. Ребят, вы там, по-моему, просто страх потеряли, как говорит ваш президент Додон. Товарищи Саулек, еще раз, как говорил Виарел Мораль, вы там, многие другие, там, типа, при режиме Плохотнюка вам было страшно ему противостоять. И о том, что вы ничего не делали, покрывали контрабасы, в нем участвовали, являются подтверждением этого те жалобные письма, которые опубликовал ваши, где вы признаете, что контрабанда пять лет. А что вам, раньше кто-то запрещал это написать в соседние страны, Украина, Румыния, Белоруссия, Киргизия? Нет, вы туда не писали. А то, что вы пишете сейчас, что вот там плохо, товарищ Исауленко, у меня есть еще письма, которые вы писали, я их опубликую чуть позже, сегодня, о том, где вы там жалуете, что вот еще тысяча фур, сигарет, там, связанные с компанией Алтай. На Алтай потянуло, а, Исауленко, молодец. Вы просто ничего не делали тогда, сегодня вы возобновили четко все схемы. Все ничего у вас происходит. Значит, ребят, конкретная ситуация, теперь внимание всем, и тем, кто особенно находится в УМАН, делайте, пожалуйста, репосты. Начитая вам, значит, коротко сейчас расскажу предысторию. Додон позвонил Исауленко позавчера, вы слышали, Додон там заявлял, что вот так и так будет заседание Совбеза, там поговорим про миллиард, про аэропорт, и так далее, Додон хочет показать людям, что он все-таки барьес, он четвертый год что-то пытается сделать, но тогда ему не давал плохотнюк, а сейчас ему как бы купюры в долларах и в евро не дают, но жестко как бы довести до конца начато. И когда президент страны, который сам признался в том, что уляк и доктор, но страна понимает, что он уляк и пациент, начинает говорить ЕСАУЛЕНКО, что должны написать, внимание, служба информации безопасности, в документы, которые ему представят на Совбез, я просто офигел с этой наглостью, и самое главное, что наш этот СИП, ЕСАУЛЕНКО, ГУМЕНИКОВ, как бы подписался на эту историю, понимаете, я вам прочитаю это в оригинале, и спасибо всем тем нормальным людям, которые работают во всех структурах, еще раз, и в СИП, и в ЧАНЯ, и в МВД, и в других ведомствах, в администрации президента, держитесь, ребята, еще недельку другую, долго не надо, но читаю вам в оригинале, ЕСАУЛЕНКО, КОВУКАТУШИДИНСА, ЛАКАРИА ПАРТИЧИПАТ, ГУМЕНЮК, Артур ГУМЕНЮК, такой, рыжий, 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 чуть-чуть смешной, значит, Владимир Борде, шеф-ладдирекция секуритати и экономики, Виктор Худорожа, шеф-чентру анализы интеграты, Пентру Адискута, ПРИГАТИРИЯ, материал-лор-директор ЛУИСИС, Пентру ПАРТИЧИПАТ, ЛАШИДИНСА, КОНСИЛЮ СУПРЕМДЕС, КУРТАТИ, ДИНДАТ, ДИПАИС, ПОСМА, как бы, нормально, нормальное совершение, тут вообще вопросов нет, но дальше, ЛАШИДИНСА, ДИСКУТАТ, МОДАЛИТАТ, ПРИГАТИРИИ, ШИ ПРЕЗЕНТЕРИИ, МАТЕРИАЛЕЛОР, ИНКЛУСИВ, ИКАРИЯ, ШАДАТ, ОПИНИЕ, ЧЕИ, ИНФОРМАЦИ, СТОЯТЬ, ТОВАРИЩИ ИСАУЛЕНКО, ТО, ЧТО СЕГОДНЯ, ВАМ МЕСТО ГЕНЕРАЛЬСКИХ ПОГОНОВ, КОТОРЫ ВАМ ДАЛ ДОДОН, Я ВАМ ПОСТАВЛЮ ДВЕ ПАЧКИ СИГАРЕТ АШИМА, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ЕЩЁ ОДНОЙ МАРКИ, Я НЕ БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ РЕКЛАМАЦИЯ СИГАРЕТ, И ТАК КАКБО ОДНО ВАМ СКАЛО, ВЫ ЧЕ-ТО ВООБЩЕ СТРАХ ТАМ ПОТЕРЯЛИ, КАК ГОРИТ ВАШ ПРЕЗИЕНТ, ТО ЕСТЬ ВЫ, ПОД НОСОМ У КОТОРАХ, УКРАЛИ МИЛЛИАРД, ПРОВЕЛАСЬ САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРАЧЕЧНАЯ В ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЩЕСТВА, ПОД НАЗВАНИЕ МОЛДАВСКИЙ ЛАНДРОМАТ, КОТОРУ ВЫ ОХРАНЯЛИ, ВМЕСТЕ С КЕТРАРУ, В ЧЕНИ, ИТО ДАЛЬЕ, ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ВЫЙДУ С МАТЕРИАЛами, С ДОКУМЕНТАМИ, РЕБЯТА, ВЫ ПОПАЛИСЬ, ПРИЧЕМ ПОПАЛИТЬ ТАК, ЧТО ВАС УЖЕ ДАЖЕ НИКАКИМ БУКСИРОМ НЕ ВЫТАСИШЬ СТОГО БОЛОТО, В КОТОРЫЕ ВЫ СЕГОДНЯ ПОПАЛИ, ПОВЕРЬТЕ МНЕ, ВЫ СЕГОДНЯ ДАЁТЕ С СОТРУДНИКОМ КОМАНДЫ, ТОВАРИЩЕ ИСАУЛЕНКО, ГУМЕНЮК, КОТОРЫЙ НЕДЕЛЮ ТАМ КАК БУТО МОЙ, НЕДЕЛЮ ТАМ КОТОРЫЙ КАК БУТО НЕ МОЙ ТАМ И ТАЙ ДАЛЕ, ВЫ СИДИТЕ С СОТРУДНИКОМ, ДАЁТЕ КАКИМ ОБРАЗМОМ ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ, ЭТО ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ ДАДОН ТАКОЙ ЖЕ КАК И ВЫ, У ВАС ЗАДАЧА ДРУГАЯ, ВЫ ХОТИТЕ ЧТО-ТО НАПИСАТЬ, ЧТОБ ПОТОМ ДАДОН С ГРОЗНОМ ВИДОМ ПОСЛЕ СОВБЕЗА ВЫШЕЛ И НАЧАЛ РАССКАЗЫВАТЬ НА ВСЮ СТРАНУ, А, ВОТ, ПОСМОТРИТЕ, КОЛЕЖИ ИНЯ УИНФОРМАТКА, ОКАЗЫВАЕТСЯ ТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭЭЭ, НЕ, НЕ ПРОЙДЁТ, РЕБЯТА, НЕ ПРОЙДЁТ, Я ВАМ СКОЖУ, ЧТО ВАМ СЩАС, Я ВОТ ПОКА НЕ ПОНИМАЮ, ВЫ УЖЕ УСПЕЛИ ПЕРЕДАТЬ ИЛИ НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ТЕ САУЛЕНКО, А ДАТЬ ИНДИКАЦИ, КОРЕ ПОРТУ ДИРЕКТВЫ, СФИ ПРИГОТИШ, ТРАНСМИСППЫНЫМЕКТОР, МЕРКУР, ЛОИ ВИКТОР ГАЙЧУ, СЕКРЕТАРУ КОНСИЛИУСС ПРЕМЗИ, СЕКРЕТАТЬ ПЕНДРАЛ, ПРИГОТИТЕ ПРОЙДЮ, ПРЕГОТИТЕ ПРОЙДЮ, 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 ПРОЙДЮ КИШИТЬ, КТО НА ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТАТЬ, НО ВЫ-ТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОБОТАТЕ ДАВНО В СЛУЖБЕ ИНФОРМАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТО ЕС ВЫ МНОГИ ОФИЦЕРЫ НАВЕРНЯКА ХОДИТЕ РАБОТАТЬ, А Я ВЫ СКОЖУ, ЧТО Я НЕ ПРОСТО БУДУ МОНИТОРИТЬ, А БУДУ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО МОНИТОРИТЬ ВЮ ВОТУТ ТУТ ОВТОЛОГИЮ, КОТО ОТОМ НЕ ВЗДУМАЙТЕ РАССКАДЫВАТЬ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯ КАЙОМ ВРУТ СПУ НА ДИ ВЫРУ, НО Я КАК БЫ БОЯЛСЯ И ТАК ДАЛИ, НИЧО ЭТО НЕ ПРОКАТИТ, А? И вот этим занимали, чтобы вы понимали, час в кабинете ЕСАУЛЕНКО, приготовлением этого бреда, обсуждением этого бреда, после этого пошли врезать по стакану, у Гуменика вчера у этого рыжего было день рождения. Ребята, это уже не вписывается ни в какие рамки. И я требую, чтобы служба информации и безопасности занималась теми проблемами, которые есть реально в стране и которыми вы сегодня не занимаетесь. Вы можете сказать, что у вас недостаточно информации или нет какой-то конкретной работы сейчас? Я вам сейчас помогу, не переживайте. Товарищ ЕСАУЛЕНКО, вот на ближайшее время вам план работы. Значит, ну сначала объясните нам следующее. Так, где-то у меня ЕСАУЛЕНКО. Так, это все составленный десерт. Значит, пожалуйста, значит, как вы можете сегодня бороться с контрабандой сигарет или спирта, когда вы человека, очень известного в стране, таможника, по фамилии Николая, Николая, значит, Ботезату. Значит, вы его как бы взяли на работу. Он когда-то, значит, он работал в таможне, до этого это для граждан страны, которые не знают. Значит, был полностью в схеме и с какими документами тоже вам предоставлю. То есть все есть, не переживайте. Значит, и вот представляете, этого таможника, значит, который занимался и в прямом и переносном смысле всем контрабандом, значит, его берут на работу в службе информации безопасности. Я все понимаю, что друзья молодости, студенческие годы и так далее, но, ребята, это служба информации безопасности. Если ЕСАУЛЕНКО, ТЭС ГУМЕНИКОМ забыл, я вам это напомню. Ботезату, фосимплекат от этого на сегурарии, либерерии, чертификат, лорфиктиве, деэкспорт, кэдши, ликидаре, конкуренци, лоркомпаней, лорпортижате. Болицкий, Стадлер, ЕСАУЛЕНКО, СНКУЛЕЗДИФАКУЛТАТИ. А этот Николай Ботезат, ну, просто ищенул его в Стадлер. То есть, как бы, не переживайте, как бы, то есть, там все родственники как-то держатся вместе. Какую работу нам ждать сегодня службы информации безопасности, если вот смотрите, какие у них происходят назначения. А вообще, насчет Николая Ботезату, хочу поговорить с мощным советником, мощнейшего президента Молдова. Значит, есть помощник ошибка, Эрнест Варданян, да, не ошибиться правильно. Смотрите, что пишет Эрнест Варданян. Успешная операция молдавских спецслужб, это когда полтора миллиона евро нашли на таможене. При попытке ввоза со стороны Румынии перехвачена крупная партия наличных денег. Полтора миллиона евро. Деньги предназначались для некоторых оппозиционных сил, в том числе для бывших демократов, одного очень заботливого мэра и одного беглого мэра. То есть, вы поняли, засунул меня скотина сюда вместе с Шором, Манду, Шманду и так далее. К слову, один из них давно замечен в тесной дрожьбе со спецслужбами одной из соседних стран. Как я неоднократно подчеркивал, шаг за шагом формируется чудовищная коалиция из правых и левых сил, объединившихся против президента Додона. Этого идиота читают в инстаграме 74 человека. Вот все, кто в соседних палатах, Костюжанах, наверное, то есть как-то вот верхние, плюс там те, кто пьет альбастру сырдей по вечерам. Понятно. Хочу тебе, великий помощник великого президента, сообщить следующего. Внимание, это твои друзья, не мои, товарищ Барданин. Значит, еще раз повторяю, что Исауленко на прошлой неделе назначил вот этого Николая Бартизату шеф-дедиректи перикули трансферн-тельери. А честно, персонаж, дом на Леернест Барданин, а фост имплекать директ эндин конспираря Думниатали, тут даже написано. Честно, фост имплекать директ эндин конспираря Леернест Барданяш арестал своего дикаря структуре десеркать, ты же сидел в тюрьме. Неужели тебе сегодня, мало того, что ты работаешь у самого лживого президента, еще сегодня Исауленко трудоустраивает тех, которые тебя сдали. То, что был там, ты полусибовец, полунесибовец и так далее, твои проблемы, то есть я об этом не хочу вмешиваться. Поработайте, если можете, либо не беритесь. Тебе не стыдно там сегодня продолжать работать, а, Эрнест? Значит, то, что сегодня самое ужасное, что, значит, вы сидите, пишите вашему президенту, господину Исауленко, да? Ашау, он отец, ну и уже есть там какое-то количество дней, но не очень много. Так. Исауленко, я имею презентацию информации, ампло, лой, додон, здесь при системе уже дегаторец, конспичал, че семья, куму, делокры, инвентати, приком, кудурел, мастяцы, есть адженту, лой, Питер Михайлов, вы, вы, вовницы, ну вы, вовсе, ну вы руши не делок, вовсе жабы богатства, че цели делегаций, былом куб Tarot, вы как бы уже аккалтну кровьи сокола, но вы трезвого купаться здесь секретаря статусам република Молдова, не одна, но это Олег Гоминёк. А, я понял. То есть идите писать Дадону вот эти сочинения, вот тот судья агент Михалко, вот тот агент Усатого, а вот этот посольство США, вот этот посольство России и так далее. Так вы еще пишите тому, который всю эту информацию, Дадон, поверьте мне, особенно если ему нужны будут даже мелкими купюрами, он это продаст за 10 тысяч лет. Вы что творите, ребят? Вы когда понимаете, что кто-то контактирует и доносит правду вашему руководству тому или иному посольству, вы их сразу шпионов, предателей. Молодец, Исаулинка, далеко пойдешь. Далеко пойдешь. Значит, Ну, работаю тоже. Исаулинка, Жгуменюк, Аудат, Индика, Сила, Дирекция, Секуритати, Интернице, Идентифч, Офицеры, Кари, Трансмит, Информации, День Сесла, Усат. Страшная работа. Работайте. Зачем мне у вас с кем-то договариваться, когда есть не очень дорогой Дадон, ну, судя по тому видео, которое он обсуждал, там, свои отношения там с Польшом и так далее. Значит, ну, вы работаете. Значит, тут, это не буду вас грузить такими нюансами, но, значит, есть очень важное, потому что это касается всех оппозиционных партий, оппозиционных журналистов, дипломатический корпус. Это зачитаю. Значит, так. Так. Молодцы. И Саулинка осуществляет, что ситуация в царе есть компликация, есть риск, где ищиди субконтрол. Директор Азийска, пришедитель оштептой информации, деланной, шиканует тем, где дормит. Какой-то, и Саулинка. Адат, индикации, катоц, офицер, диндак, коррекционный кончидент, салкарантин, связь с вордием, дласи, речер, сарапортиз, информация, дужк, патрон, дин, дужк, патрон. Значит, сейчас самое смешное я вам расскажу, что происходит в Сибири, проблемы, которые они не могут решить. Значит, офицеры, диндак, хау проблемы, лакопитулы, аженторы, дин медиа-опозиции, физзаденцы. Дин кауза, ка аппарату, де аженторы, кара фосфакут петинпу гувернарии, педеси, аплэн, пейсереме, шинтерми, рестрыш, нубур, путя пача, ажентора, аналд партии. То есть, короче, почти все агенты-стукачи внедрены в ПСРМ, оттуда их сейчас невозможно выдернуть, внедрить другие партии. А новых людей набрать быстро не могут. Капец. Когда-то там был один замдиректора, я ему сказал, что как бы после таких проколов возьмите сбой на Малапазет-Харбожа. Я думаю, что тут касается многих нынешних. Значит, сидите и доводите этого бедного Чумаченко, который надоел, который устал работать и в сентябре должен уйти на пенсию. Ребят, вот это Молдавская служба информации безопасности. Может быть, я вас где-то перегрузил деталями информации, но хочу, чтобы вся страна это знала, потому что вот этот репрессивный аппарат и эти репрессивные инструменты Додона, они опять занимаются оппозиционными политиками, журналистами, дипломатами. Значит, хочу задать вопрос сейчас товарищам в Сибири. Ребят, например, не хотите включить в ноту на Сибири за информацию, почему Чиня блокирует расследование незаконной прослушки телефона одного из европейских послов и незаконной слежки за ним? А потому что вы заодно, да? А я об этом молчать не буду. И про это уголовное дело в ближайшие дни мы поговорим. Потому что сегодня то, что они делали все, что хотели во время плохотника по отношению к оппозиционерам, представителям гражданского общества и так далее. Но когда они следили и незаконно слушали послов разных стран, это одна из пациентов. А сейчас, оказывается, значит, там было начано расследование, чтобы вы знали, даже по одному конкретному случаю. Значит, было возбуждено уголовное дело в прошлом году. Сейчас это все глушится. Куда мы с вами можем прийти? Вы не хотите добавить, товарищ Ясауленко, товарищ Гуменюк, информацию на Совбез, например, по теме, которая у вас четко проходит, там, в сеть цене Дескема, Луй-До-Дон, и Астас Десигарь. Косяй день трекут его Монцелеск, вы признаете, но потом вы разрешили там. Значит, про фирму, которую я назвал, и про компанию Алтай, тоже поговорим в ближайшие дни. Исауленко, вы, как директор службы информации и безопасности, пишете, значит, это еще один документ, это не то, что показывал на журнале, ребята, а совсем другое. Значит, еще одно письмо, где вы пишете про фирму Алтай, про тысячу фурм, сигарет контрабандные и так далее. Вы не хотите это туда написать? А, вам нельзя. Так, либо вы в доле, либо вы в большой доле. У меня другого объяснения нет. Если у вас не будет информации, я вам ее покажу. На это все равно все соберу, сейчас это все систематизирую, доработаю и четкими конвертах, красиво, на имя генерального прокурора страны. Пусть генеральная прокуратура выскажется на эту тему, потому что это очень важно. Это на самом деле подрывает, в том числе и сегодня, экономику Республики Молдова. Вы не хотите написать Додону про вот эти все помойки медиа-социалистов, начиная телеграм-каналами, заканчивая газетой, назову ее название, я ее читал в детстве, в школьные годы, в студенческие годы, газеты «Комсомольская правда». Усатый за 300 тысяч евро купил бронированную машину и так далее. Вы же знаете все, что это неправда. Я им говорю, в конторе президент говорит, да, слили вам видео с таможней. Я всегда, в отличие от вас, Додонов, не Додонов, декларировал все то, что у меня есть. Все знают про имущества моих родственников. Никогда не было секретов. Тут я решил скрыть БАВ. Да, из-за таких негодяев-подонков, как Додон, Исауленко, некоторые руководители МВД, когда мне офицеры из СИБА, из МВД, и Молдовы, и другие страны, говорят, Ренат, слушай, они в панике. Додон все торопит русские, чтобы дали какие-то бумаги, чтобы тебя быстрее обвинили. И как бы у них комбинация одна, законно ничего сделать не могут. И просто ты должен понимать, что тебя могут похитить. Окей, я как человек, который занимается вопросами своей безопасности, значит, заказал бронированную машину. Не купил, повторяю, а заказал в аренду. Хочу поблагодарить БМВ Германии, которые предоставили мне сроком на три месяца тестовую машину. Ну, она не новая, но я как бы новую не просил. В машине несколько лет у меня есть договор аренды с БМВ, официальный. В техпаспорте написано «собственник автомобиля БМВ», и БМВ мне предоставила X5 бронированный сроком на три месяца, если будет необходимо, и сказали, продлят договор аренды. И вот эти же помойки телеграм-каналы Дадона, значит, писали, вот полтора миллиона евро на таможне, нашли деньги у Сатова и так далее. Сейчас вы видели, да? Он вызвает ей репортаж в Лапро-ТВ, и дай ему огнем к его ради раз. Прикольно. Пермостат Уляка, астану его ради раз. Астань про ТВ же остаешь теперь. К Микулу Хамакла, я есть, Уляка миллионер, был он Уляк поцент. К этой его деньги он не успел приехать вовремя на таможне, закрылся, фурой с Африки отправил. И вы в Сибири жрете и пропускаете такие котлеты, когда даже дети смеются сегодня над этой версией. Вам не стыдно, товарищи чекисты? Тебе не стыдно, товарищ Барданян, что сегодня ты пишешь эту бредятину вместе с теми, которые тебя когда-то слили там как агент? Молодцы. Тут, оказывается, еще Дадон перестарался в Москве, хотел вам сообщить новость. Касаемо моего обвинения, там, Усатова заочно обвинили в ландромате, ОПГ, а плохой темп, вы все видели. Дали даже федеральные СМИ. Значит, РФД России официально опубликовал, Игорь Дадон, все только для тебя. Сегодня получаю письмо. Самый модный будет в Молдавии майор Абраменко, Следственный департамент Российской Федерации. Значит, сообщаю, что ваше ходатайство об отложении предъявления Усатому РГ обвинения по уголовному делу рассмотрено. По результатам его рассмотрения вынесено постановление об удовлетворении ходатайства. То есть, написано, что меня ждут только 14 мая, это официальный документ МВД России, для того, чтобы мне предъявить обвинение. Значит, я должен прийти, что 14 мая Усатый РГ вызван в Следственный департамент, кабинет такой-то, где ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного. Так вы же мне уже предъявили заочное обвинение. То, что это нельзя было сделать по закону, другой вопрос. То есть, вы мне будете предъявлять только 14 мая, а федеральные каналы в России и Игоря Дадона как бы дали, что уже заочно мне предъявлено обвинение. Ну, вы как-то скоординируйтесь, между собой, потому что даже здесь у вас штанга. Значит, если не приду я, либо авокад, то государство даст мне бесплатно защиту. Так что получается? Не было заочного обвинения? Разобрались бы там. Короче, Дадон, если у тебя полный бардак в Молдаве, откуда будет какой-то толк и какая-то правильная координация в Москве? Хочу обратиться к сотрудникам второго этажа, те, кто находятся в Москве, меня понимают. Вы меньше слушаете некоторых алкоголиков с пятого этажа, потому что то, что вы делаете сегодня, да, там, пару дней назад задержали еще одного банкира из рубрики людей, которых я не знаю. одни уже дали показания на меня, которых я никогда в жизни не видел, сейчас взяли еще одного. Но этого в 2010 или 2011 году я один раз в жизни, по-моему, все-таки видел. Я говорил про это. Значит, весь пятый этаж, ну не весь пятый этаж, правильно скажу? Значит, некоторые пьяницы с пятого этажа хвастаются о том, как вы со второго этажа ходите и просите кого-то дать на меня ложные показания. Ну, примите какие-то меры, разберитесь сам. Потому что те алкоголики такие же, как наш молдавский Додон. И я, как и говорил, наступит день, и в России придется кому-то сесть в тюрьму, и все, которые участвуют во всех этих фабрикациях, этих дел и так далее. Значит, очень многих граждан мне интересуют сегодня протесты. Меня они интересуют так же, как гражданина Молдова. Еще раз говорю, что мы должны сделать полную перезагрузку стране. Молдове нужны досрочные выборы, парламентские. Молдове нужно новое правительство. Молдове нужны новые руководители спецслужб. И не только. Сегодня нужно призвать к ответу всех тех, которые вы видите по телевизору с утра до вечера, которые вам рассказывают уже 30-й год про светлое будущее Молдовы и так далее. Очень многие в связи с этим мне там задают вопрос. С кем я? Ребят, ну типа там, пусатый, ты с правыми или с левыми? Вот ты критикуешь до дона там, кто ты критикуешь правыми? Ребят, я не с правыми и не с левыми. С кем я? Я с народом республики Молдова. Против кого я? Я против воров и подонков и негодяев, которые сегодня сидят и в парламенте, и в правительстве, и в президентуре. В связи с этим я говорил о том, что первая дата, когда мы можем выйти с вами на протесты, после окончания чрезвычайного положения, это 17 мая, то есть ближайшее воскресенье. СМИ до дона пытались что-то уже написать. Вот провалился один протест усатого. Кстати, там ребятам прислали повестки, я свой еще не получил. Ну выйду, на эту тему тоже поговорю. Как бы штраф там оплатить и так далее. Идиоты. Ввиду того, что на следующей неделе, повторюсь, будет рассмотрено в парламенте отставка правительства. Я уверен, что это будет на следующей неделе, потому что, еще раз, сегодня для того, чтобы произошла отставка, им нужно найти еще одного депутата. Я думаю, что до следующей недели они могут найти не только одного. То, что я полностью с этим не согласен, и что у нас происходит все то же самое, как было при Плохотнике, только при Додоне, но вы сегодня понимаете, какой чайник у нас руководит страной, если всегда докупали как бы из-за оппозиции. А сегодня от нашего дураля уходят в оппозицию. Я вот специально поинтересовался, ни в одной стране мира, чтобы вы понимали, не уходят в оппозицию. Это действующая власть, правящий режим, пытаются кого-то прикупить для стабильного большинства, для конституционного большинства. и так далее. У нас происходит все нормально, потому что он думал, что вот он Плохотнек, вот он пришел, и как бы все пошли его там слушать, выполнять какие-то команды, и так далее. Значит, нет, ребят, Додон, не поможет тебе ни коррумпированный СИП, ни МВД, ни те твои умники, советчики, пиарщики, которые у тебя там есть, один там грознее другого. Правда, не понимаю, проверить хотя бы у них по карману, может быть, у них до сих пор остались трусы с нашивкой ДПМ. Так же, как и у тебя где-то в кондрице, все-таки на виде порядка. Я вас всех выведу на чистую воду. Вы все сядете, да, будет в стране демократия, будет соблюдаться закон. Все эти негодяи, дорогие соотечественники, должны сесть в тюрьму по закону. Не потому, что хочу ярина, туса, ты либываю. Дарто, соотечествен, а кретин, тресмергла, пушкарей. Шной, куда мне вастры? Демократик. Липасим в ордене одизы. Ну, кумсал, пуясь, пи Дмитрий Георгиевич, дяков, лакаминаломни. Дмитрий Георгиевич может там что-то вышивать, шить какие-то простыни, скатерти, там, тапочки и так далее. Но есть такие кони, как цирдя, которые, если так нас да и три хектаре пи-заратишь, прошить, а по-замно ку-треть пи-зебош, не шмыкари на следам. У амин бунь, но и так нас лом, нос и не уним, ну, контязы, молдовень, руш, гагауш, булгар, украиня, румыни, стимас приеден, хадис не уним, астозы, цей пи-нен, пи-тоц, урыцы астя, ка вадат сама, астоза веем ун парламент аплос, абсолютно не репрезентатив, а веем ун прешедент и олеаке пачиент, а в гуверн есте луми каре штец ка ось кунартим есерия фарти бине, ша дакану и ара олеаке доктору, олеаке пачиенту дудон, апа навеус кумит фарти мути грешель, дак аиста збага на тоате, и мы овем, ше и овем. Штенни ди протест, я кредка, треса астептам зоа дивине, са видим дичизя финала лор, скот, стара, цара, не ситуация эксепционала, каком вае дэн, ка плододонсу прелунзеаск, дичь, решит, дин факт аста, нои винер, треса лом, о дичизи, кудонсу шафашу, поднидущим ла парламенткам вафи, тентатива, дябута, мочи гуня, дичин згора. Вы понимаете, если в парламенте будет рассматриваться ставка правительства, может туда придем. Поэтому я понимаю, как нервничать, че не дадуан. Опять втаскивать в это кику. Тон или кику. Сынтец, пря, окупашевец, пря, мультипроблемя, ма, ласазвай, антелнерли, куча, статсени, динцара, каренчаркатся, лавец, инклусивши, аз. Канинутрребуссу, нутпротесли, лаусаты, нутребам, 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 нутребам дилукру, мы вам помолим. Домну кику, ну вы не лезь в это. Кудудонт, Клар? Филипп, Павел Филипп. Абец, ултима шанс. Дем партии так почти нету, Юдор Бетисонтемплан, урупи, шор андро партии, про Молдову, аналд партии, режим Адди партии. Абец, уник, а шансы, как у вас, вот пострадутся. Образу. Сэрия Капарацкого партии, Дену Братска, ну вас постарают, демокрикла. Дмитрий Георгиевич Дяков, вы сегодня, у вас уникальный шанс. Либо ваша фотография будет висеть где-то в более-менее приличном месте, будет вот это там. Был мой знакомый, мой товарищ и так далее. Либо ваша фотография потом тоже будет висеть в другом месте. Подумайте сегодня и перестаньте все думать, пожалуйста, о том, что у вашей партии нет рейтинга, что вы не пройдете. Аз, да, кассыне в депромиссию не. Чей день блок о ком? Козыск, темпорар, куалитику, дадут, паслантич пати. Тэц так. Тэц так. Тауна Майсан, в розвалу, позиция, думаю, вастр. Клард Сипрунус, платформа, да. Педеу, смай, трезаска. Контрадемняц, Паша Филипко, нас, трезаска, стримая ел, справа с чемпы, саша жаздан, слева Дмитрий Георгиевич Дяков. Но, вы асты аштептас. Тот пентру интересы персонали, тот пентру ашаранжа, оамени, рудили лалук, шамы, департ, дяка, тот, че вем, мы асты с парерия, диреу, як асты класса, но асты политика, девораза. Диаса стимас, приятели, ши циние, депротестия, ши циние, депротестия, дещи, куман спос, дак носынтампл, мэн, нимик, фарти, грав, жой, не ведем сара, ла 20.00, ку, товаришу, Георги Гонца, ла птера патр. Видем, че информация, мэй, апаре панжои, видим, че са астампла, че са астампла, вене. Видем, кыц партизани, астмэскоат, дилапиде, дико са астампл, фарти мукуру, дар каной, луна май, таманка тэй, майовка, трескапэм, дитэс бандицы, дихоцома, дитэс, нерушинацэште, караса, зникундук, индиферент функций, асты есть ун лукру, прон, ше я кучертитудин, выфачи тудпосибел, ка, импреуна куэ, са, скимбэм лукрули, на Република Молдова. Хочу поблагодарить вас, еще раз, патамо шта, видите, я ничего, пресс-конференции нужны с 11, с 10 утра до 2, мне не нужны какие-то дневные пресс-конференции, сегодня есть и вы, мои подписчики в фейсбуке, в Одноклассниках, в инстаграме, вконтакте, в ютубе, благодаря вашим репостам, значит, мои видео видит сегодня вся страна, поэтому огромное вам спасибо за поддержку, за репосты, за десятки тысяч подписчиков, у которых все новых, все больше и больше новых людей приходит с каждым днем, вы моя сегодня основная сила довести правду до всех граждан страны, поэтому я вас за это благодарю, я остаюсь вашим вечным слугой, да, вечным слугой, но слугой своего народа, а не тех, которые я как показывал, да, что, ну не буду я жить никогда так, как прикольно жить Игорю Додону, вы знаете, что Игор Додон, когда в Москве там как-то показывал, там кто-то ругался даже, Додону нельзя подниматься, поднимать голову выше, чем столестничница у стола, это он тут ходит, там грозно, стоя, на трибуне, кстати, чтобы вы знали, почему он никогда не выступает за столом, только кроме, ну кроме, как пришедения, а всегда стоя, потому что человека, когда всегда держали ниже 90 сантиметров, в радиусе разных там частей тела человека, который сидит напротив, ему часто очень хочется стоять, поэтому вы, Игоря Додона, видите стоящим на пресс-конференции, но все его привыкли видеть, заканчивается тоже на им, начинается тоже на с, но говорить об этом сейчас сколько не будет, я вас люблю, всем хорошего вечера, делайте, пожалуйста, репосты, мы вместе на целая страна, и мы обязательно в ближайшее время покончим со всем этим бородокоми-беспределом. Воевебязг, советство сяра кыт маяфрумаса, да кытытыт, линештый шпачи, невидим дежа жуэлла к дону, Георгий Гонсан, и миссюни Петерапатра. Шаколам вон пенит, эта ситуация корресантом плацара. Ларин.